СИГНАЛ БЕДСТВИЯ В ролях Дин Кэйн Остров Уэйк, 3400 километров к западу от Калифорнии Майкл Мерфи Саша Ройс Тамара Хоуп, Ричард Питтс Патрик, Гэбрил Хоган и другие Композитор Шон Кэллери Международный аэропорт Сан-Франциско Постарайся освободиться на следующей неделе И пусть Рэймонд из дизайнерского отдела Вышлет мне проект завода Хорошо? Может, отдашь мне ключи? Когда пойдем на посадку? Нет, нет, не опаздываю Это я своему сыну Успею, не волнуйся Пап, ну чего ты? Так, пусть скинет спецификацию из стали Когда прибывает 52-й? Посадка в Токио в 11.15 Багаж даете? Нет, все с собой Не опоздайте на посадку С ними все будет в порядке Не волнуйся, пап Они там не задохнутся Пойдем скорее Пойдем Мне все равно, чей там день рождения Как сложно достать билеты Через неделю экзамен Так что сиди дома и готовься А возить тебя в аэропорт не можно Не умничай Тебе просто нужна машина Ну и ладно Нет, не ладно Мы договорились, так что ты должен сдержать слово Договорились? Это ты решил, что мне нужен колледж? Да Это твое будущее Все, мне пора идти Сядем, позвоню Вдруг тебе понадобится помощь Хочешь меня проверить? Ну все-ка Кончай Ну раз ты так хочешь Эй Ничего не забыл? Про Ману Нельсона Деммеля и Томаса Блока Режиссер Ти Джей Скотт Заканчивается посадка на Рейс-52 до Токио Пассажиров просит пройти к выходу 24 Работа приборов Все в норме Гидравлика Есть Радиолокатор Работает В 8000 километрах штормовой фронт Хорошо В багажном отделении Два золотистых ретривера Владельца Харальда и Карла Штайн Дэвид, звони Шерон Пора приниматься за дело Шерон, у вас там все в порядке? Дожидаемся последнего пассажира Как всегда в моем секторе Простите, сэр Можно ваш талон? Прошу вас наверх Доброе утро Говорит капитан Уильямс Вас приветствует компания Pacific Global Airlines Ваш самолет летит в Токио без пересадок Для взлета осталось несколько минут Устраивайтесь поудобнее И приятного полета Успел? Позвольте ваш пиджак Спасибо Так у вас будет более свежий вид Для этого уже поздно Желаете что-нибудь выпить? Да Ну, пожалуй, ограничусь кофе Мне еще работать Хорошо Может, позже Ну все, Декс Пора лететь Точно без папы самолет не взлетит Я тоже тебе люблю, малыш Пока Простите, сын Чего страшного, папаша Привет Все в порядке? Да О чем мне нужно знать? У нас внизу два золотистых ритрилера Мистеру Штайну разрешается посещать багажное отделение во время полета Все ясно? Можно забрать, Дэйв? Да, спасибо Все, ребят, поехали Центр управления Pacific Global 52 готов к буксировке Сан-Франциско Поняла, вас даю разрешение Он подвел не только тебя, но и меня Простите Мы готовимся к взлету, вам придется выключить телефон Мама, извини, мне тут не дают поговорить Какая разница, везде одинаково Вот именно, так давай поменяемся Пожалуйста Ну ладно Простите, прошу вас занять свои места Хорошо Просим вас выключить мобильные телефоны и другие электронные устройства Благодарим вас А это я конфискую Надо еще раз проверить меню Если возникнут проблемы, у нас не будет времени, чтобы... Расслабься хоть на секунду Все под контролем Нет Мы открываемся через три недели, все может произойти Вдруг уйдет метро-дротель, вдруг не привезут кулеры Вдруг ты не замолчишь? Где стюардесса? Нужно напомнить и от конференц-зала Экипажу пристегнутся и приготовятся к полету У вас с ним точно одни гены? Он плавал там, где помельче Что? Центр Pacific Global 5-2, готов к взлету Вас поняла, 5-2, можете приступать Прибавить скорость Есть прибавить скорость? Убрать закрылки Закрылки убраны Включить демпфер искания Демпфер включен Окленд, говорит Сан-Франциско Передаем вам пассажир Pacific Global 5-2 5-2 Вы входите в воздушное пространство Окленда Свяжитесь с центром управления на 132,5 Удачного полета Оклендский центр, говорит Pacific Global 5-2 Поднимаемся на высоту 20 тысяч метров Маршевая скорость 930 узлов Вас поняла, 5-2, вижу вас Эшелон 20 тысяч свободен Как и запланировано по вашему маршруту Остров Уэйк Ракетный испытательный центр Секретность соблюдается В курсе только присутствующие пилоты в воздухе, адмирал Командир Пилоты ждут сигнала к началу испытаний Хорошо Предполагаемая дальность полета ракеты 800 километров, сэр В случае успеха система «Феникс» удвоит дальность наших ракет воздух-воздух Расстояние огромное Да, сэр, но нам это по плечу Беспилотная мишень, сброшенная Си-130 Будет поддерживать круговое движение на высоте 20 тысяч метров «Ф-18» начнет движение к мишени с локальной скоростью звука К моменту поражения скорость ракеты увеличится на полтора километра в секунду Значимое ускорение, сэр Отсутствие боеголовки не повлияет на результат? Мы заменили ее титановым наконечником Попадание будет точным Полковник, Си-130 сообщает о сложных метеоусловиях Шторм собирается саму Может, стоит все отложить? Дополнительная проверка для ракеты, адмирал Сторм перевели в разряд тропический Мы будем выше его Только вот встречный ветер может нас задержать Смерим курс? Ты скоро сядешь в мое кресло Как бы ты поступил? За полтора часа мы обогнали график Значит, будем вовремя И что же? Сэкономим топливо Пассажирам будет спокойнее Почему нет? Ну что ж, с ней можно на пенсию Вы вдвоем справитесь Буду сидеть с внуками Играть в гольф Главное, не играйте в гольф с внуками Я видел ваш удар Пожалеете, детишки Да, очень смешно Юморист Окленд-Пасифик-Глобал-5-2 Хотим сменить курс в связи со штормом Вас поняла? Разрешаю смену курса Там проходит пограничная зона Да, там ведут военные испытания Проложите альтернативный маршрут? Нет, мы держимся своей зоной, а не своей Начинаю поворот Ещё кофе? Да, спасибо Как раз вовремя Неплохо Что? А-а-а Стараюсь ответствовать Мне это знакомо Мы находимся на высоте 20 тысяч метров Скорость ниже звукового барьера Вы можете передвигаться по салону Наслаждайтесь памятниками Мы подумываем сменить название ресторана Вот как, я тоже Как насчёт настроения Микки? Меню меняется каждую минуту Как остроумно Сменим меню Это была шутка У нас всё готово, генерал Свяжитесь С-130 Выпустит мишень Navy 559, говорит база Приём базы Говорит Navy 559 Я на месте Выпустит мишень Это Даг Оставьте сообщение после гудка Слушай, извини, что давил на тебя Когда я вернусь, мы с тобой сядем и поговорим о колледже Хорошо? Ну вот Люблю тебя Ты где там? Занимайся Пока Значит так, острец забирают в Массачусетске в шесть И к обеду они уже в токио Красота Если они подпишут контракт Если мы сможем принять поставку Если нас ничто не задержит Рэйчо, может быть, как ты? Да, пусть оставят тележку Что? Что я сказал? Потрясно Скорость мишени приближается к двум махам Свяжитесь с Navy 347 Navy 347, говорит база Подтвердите захват мишени Подтверждаю, 347-ое Предварительный захват мишени Мистер Штайн Простите, вы старший стёрдерс Борт-проводница Меня называли их хуже Меня просили проводить вас вниз Звучит зловеще Может, тебе самому принять их, пап? Успокойся Я спокоен Совершенно Хотя бы Картер с кем этим не обрадуется Вот, там сказано, каждые два часа Прошло почти три Всё в порядке, они же там вместе, и мне скучно Ты права, с ними всё в порядке Туда О, простите На земле он совсем другой Я за ним присмотрю Тут есть второй туалет? Да, с той стороны Нам сюда Карл, передай кабинокль Что там? Наверное, военные отрабатывают манёвры на большой высоте Мы так отклонились на юг Мы рядом с военной зоной, но границ не нарушали Больше не вижу Что скажете? Эта штука ушла направо Карл, выгляни в окно кухни, может быть, увидишь её? Только тихонько, ни к чему поднимать панику Если приблизиться, мы свернём Скажу пассажирам, чтобы вы вернулись на место Дамы и господа, говорит капитан Мы входим в зону турбулентности Прошу вас вернуться на свои места и пристегнуться Благодарю Как можно такое надеть? Знаешь, с кем она встречается? Не говори Простите Navy 347, сообщите положение цели База Navy 347, сверяй расстояние до цели 780 километров Приём Фокстрот Альфа Виски, огонь по готовности Navy 347, говорит База Фокстрот Альфа Виски, огонь по готовности Повторяю Navy 347, фокстрот Альфа Виски Вас понял, База Запуск Вот они, не ударьтесь Спасибо Привет, ребятки Соскучились Часто они летают? Нет Это впервые Так я договорился с девочками Если меня переведут, вся семья на год переезжает в Токио Да, ребятки Шэрон? Эй, все пассажиры должны быть на местах Поднимаемся База, говорит Navy 347, подтвердите, что мишень была одна Navy 347, говорит База, подтверждаю, цель одна Паза, вижу две цели Это ненадолго, мы скоро откроем конференцию Прошу одну минутку Это истребитель? Нет Это беспилотная мишень Теряем давление Пасифик Глобал 5-2, ответьте Окленд, ответьте Я включу автопилот, спустимся вручную Выпускай инцепторы Выпущены Хорошо Включай автопилот Пусть ведет нас с трех тысяч Боже милосердный Какой мы в высоте Эшелон 17 тысяч Скорость снижения 3,5 тысячи метров в секунду Скажи, что мы надели кислородные маски Надеть маски Автопилот готов пести нас с трех тысяч Три минуты Нужно быстрее, иначе не хватит кислорода Не могу Потеряем закрылки Держи палец на автопилоте Нажмешь перед тем, как отключиться Капитан 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 Сэр, тут что-то странное. Сигнал мишени активен, а от ракеты я сигнала не получаю. Нави-347, говорит база. У нас противоречивые сигналы. По нашим мониторам ракета достигла цели, но мишень всё ещё активна. Как слышите? Подтверждаю попадание. Мишень в состоянии свободного падения. Скорость снижения — 3500 метров в минуту. Возможно, ракета только задела мишень. Без боеголовки она могла не повредить передатчик. Скорость падения слишком низкая. Возможно, удар нарушил форму корпуса, замедлив падение. База, говорит, на Эви-347. Скорость снижения мишени снижается. 3000 метров в минуту. 2500. 1800. Мишень сохраняет высоту 3500 метров. 347. Немедленно приблизьтесь к мишени. Вас понял. До мишени 770 километров. Расчётное время — 16 минут. Прекращение падения может объясняться только одним. «Мне это известный, адмирал». «Мне это известный, адмирал». База, Bless, hij. База, Неви-347. База, Нейви-347. Вижу мишень. Мы попали в пассажирский самолёт. Повторите еще раз Ракета попала в пассажирский самолет В правом борту пробоина, диаметр около метра В левом фюзеляже метра два За пределами нашей зоны? Не могу сказать, сэр, на границе Ракета могла захватить цель за пределами зоны Это возможно, сэр, если объект находится близко к границе зоны при высокотепловой сигназуре Кто летел так высоко? 3.47, можете назвать самолет? База, это Pacific Global Straton Новый сверхзвуковой летает из Сан-Франциско Почему нам не сказали? Сказали, сэр, они вышли за пределы обычного коридора 3.47, на борту есть выжившие Никакого движения в кабине не видно Я в 100 метрах от самолета Сохраняйте безопасную дистанцию для наблюдений Самолет нестабилен Прием Понял вас, база Иди-профессор 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 О боже Боже На помощь На помощь Сюда Сюда Где вы? Я вас слышу Помогите Иди-профессор Иду Я здесь Иду Не могу открыть дверь Проверьте замок Отперт Сейчас Не уходите Не оставляйте меня Прошу вас Ждите Я вас не брошу Прошу Прошу вас Иду Держитесь там Толкайте Все в порядке Они все мертвы? Нет Вы лжете Они не двигаются Слушай меня Они без сознания Из-за декомпрессии Это просто обморок Я попытаюсь найти Кого-нибудь из членов экипажа Стойте Стойте Я видела стюардессу Около лестницы Где? Вон там Вон там Пошли Пригнись Пригнись Слышишь? Вот так Быстро Мы здесь Сюда Мы сейчас Электричества нет Дверь надо открыть Вручную Ну вот Вы не ранены? Нет Вы в порядке? Что случилось? Точно не знаю Самолет с чем-то столкнулся Мы были в свободном падении В обоих бортах пробоины Боже мой! Стойте! Не надо! Что с ними? Не ходите Стойте Капитан мертв Мы на автопилоте Надо подать сигнал бедствия Сэр! Сэр! Пристегнитесь! Эй! Ни на одном из международных каналов не было сигнала бедствия Возможно у них нет связи Там произошла полная разгерметизация, сэр На такой высоте в воздухе меньше одного процента кислорода Почему же самолет перестал падать? Может, в Каусе пилот успел переключиться на автопилот? Мэйтес сообщил, что они на своих местах Полагаете, выживших мертв Как это не печально, сэр? Да, боюсь они Они все мертвы Дэвид! 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 Пассифик Глобал 52, как слышите? Вы что, пилот? Летал в двухмоторном самолете Мэйдэй, Мэйдэй, Мэйдэй! Это Пассифик Глобал 52, как слышите? Пассифик Глобал, головной офис Карсон? Да, Жек У тебя Рейс-5-2 до Токио? Сейчас Да Они не сообщили, где находятся? Да, точно пропустили отчет Мне связаться с ними? Подождем до полтретьего Мэйдэй, Мэйдэй, Мэйдэй Это Пассифик Глобал 52, как слышите? Мэйдэй, Мэйдэй, Мэйдэй Это Пассифик Глобал 52, как слышите? Мэйдэй, Мэйдэй, Мэйдэй Это Пассифик Глобал 52, вы слышите меня? Шэрон! Шэрон, мне нужна помощь Я помогу Побудь со вторым пилотом Если он начнется, начнет говорить, позовешь нас Я не могу Меня вообще не должно здесь быть Отец не смог приехать, и мама сказала съездить к нему сама Это нелепая случайность Ты права, но ничего не поделаешь Сейчас мы должны помогать друг другу, ты справишься Держись А если он умрет? Не умрет Побудь с ним, подсиди рядом Его зовут Дэвид, я скоро приду тебя сменить Не бойся Не отвечают? Как слышите? Нет Если бы была связь, кто-нибудь да ответил бы Ты разбираешься в этих приборах? Вы же пилот В моем Скаймастере ничего подобного нет Здесь все компьютеризировано Все приборы здесь, но я не знаю где Надо связаться с тем, кто знает Вот наша главная задача Ясно Мэйдэй, Мэйдэй, Мэйдэй Это Pacific Global 52, ответьте же Ни на одной частоте ничего нет Сидите Да, сэр Ничего, сэр Оклендский центр управления скоро заметит, что потерял связь с самолетом У нас есть протокол, предлагаю классифицировать самолет как брошенное судно И действует соответственно Сбить пассажирский самолет не то же самое, что затопить бесхозные травы Согласен, но следует принять во внимание факты Никто из пассажиров не мог пережить декомпрессию Самолет на автопилоте Он будет летать, пока у него не кончится топливо А потом рухнет на землю Все так и произойдет Уже допустили ошибку И следует принимать поспешных решений Помедление может стать второй ошибкой, сэр И если корпус самолета будет обнаружен Все всплывет Балентайн Мне нужна карта океанских впадин на этом участке Да, сэр Не работает? Нет заряда Вот мой До ближайшей вышки две тысячи километров Прием будет только у побережья А что с радио? Не работает Судя по всему антенна повреждена То есть мы совсем одни? Пока да Эй, на помощь! Мы здесь! Помогите! Есть тут кто-нибудь? Эй! Никто не выжил? Нет Сестричка, послушай Иначе нас давным-давно услышали бы В этой семье пессимист Я, так? Я знаю, что все будет в порядке Эй, слышишь меня? Уже еще лечит Потому что все мертвые Микки И мы тоже Пасипик Глобал Это Оклинский центр управления полетами 52-й не сообщил свое местоположение У вас есть связь с ними? Сейчас проверим Джек Оклин потерял контакт с 52-м Проверь дателинку Узнай, что происходит Эй, Шэрон Не знаешь, что это такое? Это даталинк Как я не подумала Что? 52-й, ваше местоположение Это Пасипик Глобал Сан-Франциско? У них терминал диспетчерский Мы можем передать сообщение Что, серьезно? Напиши им, что у нас случилось Терпим бедствие Мэйдэй Самолет поврежден Радио не работает Мы над Тихим океаном Нужна помощь 52-й Сигнал бедствия получен Оставайтесь на этом канале 52-й Пишите характер повреждений Какая помощь необходима? Ваш запас горючего Местоположение Пиши Первый пилот мертв Второй пилот без сознания Штурман исчез Напиши Я пилот-любитель Две пробоины в корму Североятно взрыв Полная разгерметизация Живых три пассажира И бортпроводница Остальные мертвы Или в корме Нужна помощь Мягко сказано Это Джонсон Мистер Джонсон Самолет терпит бедствие Рейс 52 до Токио Стратно В каком он состоянии? Полная разгерметизация Экипаж погиб На связи бортпроводница И пилот-любитель Они еще двое находились В зонах положительного давления Причина бомбы? Возможно Мы пытаемся собрать информацию Пилот сможет справиться Со стротом? Не знаю Попробую помочь ему Совершить поворот Пробуйте Я буду вас через 20 минут Слушайте внимательно Мне нужна подробная карта С маршрутом 52 Расчет топлива И чрезвычайный план Как можно быстрее работаем Николс, где они находятся? Вскоре будут над впадиной Нельсона Глубина 3 километра С момента поражения Прошло 55 минут Ни курс, ни скорость Не изменились Полагаю, план действий Всем ясен Если ничего не предпринять Возможно, новые жертвы Особенно, если в происшествии Обвинят ВМС нашей страны Вашингтон одобрил испытания Мы должны опережать врагов По боевой мощи Если ситуация будет развиваться Неблагоприятным образом Мы утратим преимущества Вы же понимаете Я не согласен с вашей оценкой ситуации Но это ваш правиль Я не стану чинить вам препятствия Воспомнил, сэр? Свяжитесь с Navy-347 Navy-347, ответьте База, это Navy-347 Слушаю Navy-347, говорит база Вы должны подтвердить Что автопилот самолета Не функционален Как поняли? Как поняли, Navy-347 Вас понял, база Navy-347, задание понял Иду на сближение Джек, учитывая их местоположение Запас топлива Маневра нужно осуществлять немедленно Посмотрим, что умеет пилот-любитель Вы знаете, где находится управление автопилотом? Пиши, да Знаете, что делать в случае сбоя автопилота? Не уверен Но пусть высылают координаты Попробуем Вышлите координаты Готовы совершить маневр? Магнитный курс 80 градусов Ну что ж, готовы? Держитесь База, цель захвачена База, цель поворачивает Повторяю, цель поворачивает Направление север Скорость и высота прежние Меняет курс на 80 градусов Меняет курс Получилось Мы летим домой Вот так Вот так Еще бы посадить его Отличная работа Мы сделаем все, чтобы вам помочь Оставайтесь на связи Он летит назад, Калифорния 347, следуйте за объектом Держать кабину в поле зрения? Нет, 347, держитесь в хвосте Самолет может быть нестабилен Вас понял, держусь следом Ничего не изменилось Нет Все изменилось Выполнил поворот Как по нотам Подготовьте все данные через 5 минут Страховая компания, главный офис Говорит Мэтс Это Уэйн Джонсон У нас ЧП Страховая компания Надо найти воды Нет, Шэрон Ты нужна мне здесь Справишься сама Да Бортовая кухня Она слева Понятно Крепкая девочка Да Она крепче, чем кажется Есть дети? У меня? Нет Не нашла надежного парня Или времени Они их вечны Их хватает времени Главное постараться Не слишком давить на них Вы близки со своим сыном? Да Да Его мать умерла, когда ему было 4 года Однажды просыпаешься А у них уже свои планы Точно скажем Мне надо научиться Давать ему больше боли У вас все получится Ну же, поговори с ним Субтитры сделал DimaTorzok Идите наверх Там безопасней Эми и Эрика Хотели сидеть ближе к экрану Мы поменялись местами Мы столько напланировали Волновались Волновались Когда они поздно возвращались Здесь была вся моя жизнь Мы возвращаемся в Сан-Франциско Нам помогают с земли У нас получится Поднимайтесь наверх, ладно? Сколько у нас самолетов в воздухе? 18 Проверьте, все ли в порядке Все, кто не работает с 52-м Возвращайтесь на рабочие места Нам нужно разработать четкий план действий Спасибо Оклендский центр управления Я возьму Говорит Уэйн Джонсон Мистер Джонсон, это Марлин Копп из Окленда Каково положение с Pacific Global 5-2? У них проблемы с радиосвязью Мы общаемся только через даталинк А они летят назад Я сообщу детали, когда мы будем их знать Хорошо, сэр, мы будем ждать вашего звонка Благодарю вас Оставьте нас минутку Через час весь мир будет дышать нам спец Я хочу, чтобы они думали о самолете Они отвечали на звонки журналистов Как мы действуем? Он посадит самолет? Он любитель, но если повезет, шанс есть Он пишет, что кто-то из пассажиров находится в коме Это возможно? Не просто возможно, это неизбежно Кислородная недостаточность на такой высоте Иначе и быть не могло А вы кто? Это Эн Мэттс Бенефишиал иншуранс Нас извините? Конечно Вот что произошло Мы останемся здесь База говорит, Нэви 3-47 Нэви 3-47 база слушает Из самолета выпадают пассажиры и обломки 3-47, сохраняйте дистанцию Вас понял, держусь сзади Я не брошу жену Инструкция по приземлению Я должен посадить его по пейджеру Работаем над решением Почему Датталинк не вышел из строя? Он работает через спутника, а не через поврежденную радиоантенну То есть никто не может отследить вашу связь? Нет Только мои кабины Будет много жертв Но у нас есть шанс Так будет только хуже И по вам это ударит сильнее всего Список пассажиров Связаться с управленниками Можно начать их перевозку в Сан-Франциско Так и не стоит Я еще должен позвонить в Окленд Хочу убедиться, что мы делаем все правильно Прежде чем ставить всех в известность Ясно Что у вас на уме? Колодец когда-нибудь пересохнет Что? Следите за мыслью Пилот-любитель управляет самым продвинутым самолетом в мире Возможно три сценария Первый Он падает в океан и все на борту погибают 102 выплаты по страховкам могу подсчитать сумму Не сомневаюсь Я работаю в такой области, где жизнь имеет твердо установленную цену Продолжайте Сценарий второй Мистер Берри роняет самолет прямиком в центр Сан-Франциско Погибнут тысячи людей Вас только не коснется Если он разрушит 10 кварталов В игру вступит Федеральная служба спасения Вы выйдете сухими из воды? Возможно И третий вариант Он успешно сажает самолет Тогда всем нам не позавидуешь Одно дело страховые выплаты Но тут мы получим полный самолет пациентов, которым требуется круглосуточная медицинская помощь до конца жизни Миллиарды долларов по искам Родственники жертв, боль и страдания Это не оплатить Сначала обанкротимся мы Потом они примутся за авиакомпанию Вы всегда находите чем расплатиться Не в этот раз Суммы слишком велики Пассифик Глобал рухнет под весом этого самолета Он не должен сесть В нем живые люди Едва живые Я считаю, у нас есть шанс Топлива мало Как это возможно? Мы же летели в Токио Мы должны были лететь выше Там, где воздух более разряженный Здесь расход больше в три раза Не знаю, хватит ли топлива, чтобы долететь Не знаю А что будет с ними? Они что, такими и останутся? Не знаю, но им нужно как можно скорее оказать помощь Вы можете подключить других специалистов, но на это уйдет время Думаете, правление проголосует за такое? Сколько тысяч семей распадется, если Пассифик Глобал закроется? Сколько жизней будет разрушено из-за вашей нелепой надежды Посадить этот самолет? Вы даже поговорить с ним не можете Он над Тихим океаном летит на шторм Скоро от вас ничего не будет зависеть Украинский центр на шестое Они ждут новостей Говорит Уэйн Джонсон Контакт с 53-м потерян Начинайте поисковую операцию Что? Когда это случилось? Пассифик Глобал сообщил о потере Рейса 52 Начата поисковая операция Вот, все и решилось Нет, 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 если они найдут самолет Нас ожидает длительное и тяжелейшее расследование ВМС меньше всего в этом нуждается Ближайший авианосец — немец Они выпускают поисковиков Понадобится не меньше 75 минут Надо покончить с этим База говорит «Нэви-347» Подтвердите задание «Нэви-347» говорит «База задания» Подтверждаю Самолет считается неуправляемым Вас понял База говорит «Нэви-347» Прошу разрешения прекратить выполнение задания Отказано Действуйте согласно приказу Повторяю Согласно приказу Нет, база «Нэви-347» не может выполнить приказ «Нэви-347» — это нарушение прямого приказа Думайте о последствиях Так точно, сэр «Нэви-347» Самолет неуправляем Вы понимаете? Нет, сэр Он терпит бедствие Он знает, что ему не грозит трибунал За отказ выполнять этот приказ Парнишка не намерен убивать еще кого-то Так же, как мы «Нэви-347» Говорит адмирал Хеннингс Свяжитесь с немецем Задание отменено Повторяю, задание отменено Вас понял, база Направляюсь к немецу Удачи Адмирал, здесь командую я Я подниму другие истребители Не поднимите Вы дождетесь, пока Мэйтес приземлится на немец И молитесь, чтобы он не болтал Нет гарантии, что самолет долетит до Сан-Франциско Наши проблемы утонут в океане Возможно Но это зависит не от вас И вы можете придумать любую историю Но я намерен доложить обо всем происшедшем Пентагону 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 Будет так, как это произошло Мне нужны распечатки с даты Линка В двух копиях Одну отправьте в диспетчерскую службу Другая для нас Собираю членов совета директоров Я буду следить за даты Линком, пока вы заседаете Нет, сделайте копии Я сам с ними свяжусь Если еще есть кем связываться Я не понимаю Спутник подвезти не мог Нам бы сразу об этом сообщили А раз даты Линк работал раньше Он должен... Он не работает Потому и нужна поисковая операция Или вы хотите, чтобы пассажиры дожидались Пока мы найдем неполадки в нашей системе? Ясно Вот так Диспетчерам нужны распечатки Все заняты делом Они делают свою работу Пока вы подготовите документы Ищем решение Наше последнее сообщение 52 Потом я инициировал поиск Все по закону Вы знаете, что делать Я знаю, чего нельзя делать В кабине сверхсовременного самолета Вам приходилось летать в грозу? В крошечном скаймастере Завидев такую, мы садились на ближайшую полосу Здесь поблизости аэропорта нет Да Не облететь Это могут быть сотни километров А что, автопилот не справится? Если будет сильно трясти Он может отключиться Придется управлять самому Надо рискнуть Да Ладно Что бы посоветовать, земля? Требуется инструкция по управлению Вы готовы? Боюсь, что к такому нельзя быть готовым В зоне шторма Возможно, высокая турбулентность Очень важно сместить центр тяжести Перекачав топливо из одного бака в другой Что, что? Что-то не так? Если бы я знал, где баки Не откликаются Вам будет передохнуть Спасибо Я хочу, чтобы вы проверили остальные самолеты Справочник зачем? Нас ждет пресс-конференция Хочу быть в курсе всех деталей Кстати говоря, нужно подготовить отчет Обо всем случившемся Писать дежуривших Описание всех предпринятых шагов И ваши личные соображения Относительно происшествия Сейчас Джек, вы сегодня были со старшего Федеральные службы захотят знать Что и когда вы предприняли Я уже начал составлять предварительный отчет Лучше вам заняться тем же По горячим следам По следам Ясно Что творится? Сильно гаражешь работой Что я должен делать? Чтобы тебе не упасть самому В центре экрана дисплея Четыре сенсорных панели Положение топливного клапана Так, нашел Вот они Отключите каждый из них Что? Так написано Все четыре? Попробую, посмотрим, что получится Они ждут подтверждения Хочу убедиться, что не напутал Так, и что? Все? Это все? Это все? Нет, тут сказано Переместить переключатель В положении аварийное питание клапана Понял Готово? Включить его Включить? Что-то тут не так Пускай Подтвердят Включи же ты чертов переключатель Они знают, что делают Я бы тоже хотел знать, что делают Включайте клапан Включил, ничего не меняется Автопилот отключился, беру штурвал Что на альтиметре? Две тысячи девятьсот тридцать пять Уже тридцать четыре Говори, каждые сто пятьдесят метров Две тысячи шестьсот Они скоро упадут? Вы можете считать, что они уже мертвы Тысяча четыреста Надо запустить двигатели, не знаю как Тысяча двести пятьдесят Теряем по сто пятьдесят метров в секунду Две минуты, надо найти зажигание Где? Должно быть где-то близко Не видишь? Это не то? Давай, включай все Держитесь Попробуй нас поднять Пятьсот метров О боже Держитесь, держитесь Замедляемся Ключи форсаж Вот он Сто пятьдесят метров Поднимаемся Мы летим Да, мы летим Никак не выровняем Какая высота? Три пятьсот На ней нас вел автопилот Доброе время Ну давай же Вновь в надежных руках технологий Вы классный пилот Это классный второй пилот 52-й, вы на связи? Ответьте Сан-Франциско, что происходит? Что происходит? Мы живы Не с твоей помощью Отрубить топливо Я что, идиот? Мы им там не нужны Почему? Я не знаю Наверное, не верят, что мы можем сесть Может, кто-то напортачил И они заметают следы? Вот что Мне наплевать на их мотивы Ясно одно Мы сами по себе Пусть думают, что мы мертвы Выбирать не ищем До Сан-Франциско 45 минут Рано или поздно придется взять управление на себя Посадить нас на воду Тогда у нас есть шанс Но остальные пассажиры Я хорошо знаю зону аэродрома Если видимость будет ясной Я доведу нас до аэропорта Ты знаешь, как добраться до аэропорта? Да Хорошо Сначала надо позаботиться о пассажирах Миллер, вышли Хорошо Дай мне последний координат и 52 Скоро будем дома, любимая Дай мне последний координат и 52 Дамы и господа День был тяжелый Сейчас я веду вас курс дела Большинство из вас знакомых с Эн Мэтс и с Бенефишл Она расскажет о ситуации с компенсациями Картина мрачная Автопилот доведет нас до радиомаркера Потом я возьму штурвал Будь я профессионалом Я бы пролетел над Сан-Франциско до Окленда Развернулся и сел на одну из полос в бухте Вот так Боже Задачка Посадка в Сан-Франциско считается одной из сложнейших Я должен лететь над миллионами людей Плюс боковые ветра залива Поясни, это не под силу А если сесть без разворота? Самолету нужно много места для остановки Даже опытным пилотам ядра хватает длины полос Сан-Франциско Если пролетим дальше Окажемся в заливе А если не остановимся вовремя Врежемся прямо в новый торговый центр Ну ладно Веди нас до аэропорта Будем снижаться на аэродрому залива Согласны? Я да Как они узнают про нас? Мы вот-вот появимся на их радарах Узнают, когда пролетим у них над головой Видим Pacific Global 52 Сейчас освободим для него воздушное пространство Вас поняла, принимаем его Вот и наш самолет Я знал, что они живы Управление полетами 52-й готовится к посадке Очистить все полосы Подготовить спасателей На случай, если упадем в воду Отличная идея Держите Знаешь, доказать, что кто-то пытался нас убить Будет почти невозможно Смотрите Здесь все сообщения Отправлены с начала полета Ты не шутишь? Фантастика Ну-ка, передай мне фонарик Никаких данных о бомбе у нас нет Судя по всему, 52-й упал в результате механических поломок Или конструктивных дефектов В этом случае ответственность ложится на инженеров 52-й приближается 52-й летит сюда Вы знаете, что делать Готово? Да Поехали Да, ветра ощущаются Боюсь, проблема не в них А в чем же? Называется демпфер-рысканье Он предотвращает колебания Когда автопилот не работает Его нужно включать вручную Он же был включен Система отключилась, когда мы завели двигатель Или из-за замыкания Не знаю А если мы его не найдем? Колебания усилятся Крылья будут ходить ходуном На высоте с этим можно справиться При заходе на посадку куда сложнее Мы можем задеть крылом о землю Лучше поищем демпфер Тут нигде не написано про демпфер Может он на панелях, которые не включились Экраны не горят, но возможно они работают Трогать их слишком рискованно Пристегнитесь, будем садиться без демпфера Джек? Странная траектория Не так плохо для любителя Он нашел радиомаркер Направляется к нам по прямой Раз так надо, освободи, тем больше места Ребята, десятая полоса Выключите огни на всех остальных Покажем им дорогу Они нас видят, подготовили полосу Шарандовые цифры 900 метров Они на предпосадочной прямой Ну вот и вы 820 метров Хорошо Выравнивай Какая неожиданность, да? Слишком высоко 150 метров Держитесь Ну вот, садимся Держитесь Держитесь Ну вот, садимся Субтитры сделал DimaTorzok Вы целы? Да, да. Я спускаю трап. Надо вытащить их отсюда. Как им это удалось? Они не сдались. Мы нашли еще живых. Быстрее, вы должны выйти отсюда. КОНЕЦ Спасатели и пожарные уже работают. Пострадавшие будут доставлены в ближайшие медицинские учреждения. Им ведь можно помочь? Одним да, другим нет. Безоборудование сказать трудно. Ты в порядке? Да, спасибо. Джон, мы здесь. Все хорошо? Да, как вы? Я в норме. Видели Дэвида? Все будет хорошо. Пока не ясно, что именно произошло на борту, но посадка самолета — то, что можно смело назвать чудом. Ребята, есть и другие самолеты. Он любитель, и он пережил серьезный стресс. Доказательств нет. Никто ему не поверит. Хочу показать вам. Это с дата, Линка? Все переговоры. Подпортим кое-кому настроение. Еще бы. Сейчас, одну минутку. Не теряйтесь. Алло. Что ж, нас ждут первые полосы. Да уж. Тогда пойдем. Хорошо ты летел. Что? Ты обещал позвонить, когда приземлишься. Ты это видишь? Вы на всех каналах, папа. Ты не представляешь, как я рад слышать твой голос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok